Дорогие братья и сестры, святые отцы учат нас, что в каждом из нас есть две воли – высшая духовная, которая направляет нас к Божественному, ко всему тому, что угодно Богу, к исполненным западе Божий, к стремлению к духовному совершенству, к Богу угодному, к молитве и наоборот. Есть у нас также и воля низшая, плотская, которая стремлится к углаждению плоти, к низшим желаниям, греховным, к исполнению желаний своего самолюбия, эгоизма и гордыни. Братья и сестры, всё это является следствием грехопадения Адама. Когда Адам согрешил, в нём и произошла вот эта вот измена, вот эта вот духовная как бы смерть, осталось и желание духовной, голос совести, желание устремляться к Богу, его духовная сила в нём и осталась. Но часть души склонилась к плотским желаниям и произошло как бы раздвоение души на духа и душу. Поэтому, братья и сестры, и часто говорится, что в человеке есть душа и тело. А некоторые говорят дух, душа и тело. То есть душа раздваивается на духовную составляющую, движущуюся к божественному, и на душевную составляющуюся, движущуюся к плоти, к обычной этой мирской жизни. Братья и сестры, вся наша брань духовная должна быть направлена на жизнь по духу, а не по плоти. Апостол Павел так описал этот закон, эту проблему каждого из нас. То, что хочу, то не делаю, а то, чего не хочу, то делаю. Кто избавит меня от этого тела смерти? Происходит, братья и сестры, как будто какое-то раздвоение в человеке. Хочется и спастись, хочется и быть угодным Богу, хочется и молиться, и поститься. Но плоти требуют покушай, поспи, отдохни, расслабься, посмотри. И далее, и далее. И человек все время откладывает. А завтра почитаю Псалтирь, почитаю Евангелие. А потом, и так вся жизнь ведет. А тогда, а потом, а не созрел. А еще у меня есть время. И человек откладывает и откладывает. Братья и сестры, что же нам делать? Как укрепить нашу духовную волю и не быть послушными на волю плоти? Святые отцы учат нас. Чем чаще мы исполняем плотские желания, тем слабее нас голос Духа Святого. И наоборот, чем чаще мы исполняем волю Божию, чем чаще мы угождаем то, чему нас учат ангелы-хранители, то, чему нас учат Господь Бог своим Святым Духом, своей благодатью, но меньше исполняем волю плоти, тем сильнее в нас голос Божий, тем более духовную жизнь мы ведем. И святые отцы говорили, в самом начале подвига нужно положить телесные подвиги, потому что как раз ими, этими телесными подвигами, и смиряется плоть, потому что жизнь по плоти есть смерть. Жизнь по плоти есть угождению дьяволу и сатане, а жизнь по духу — угождению Богу. Апостол Павел учит нас, не превращайте желание плоти в похоти, то есть не превращайте попечение, а плоти в похоти, наслаждение и удовольствие. Если наше тело нуждается в пище, то давайте ему самую простую и грубую пищу, без всяких вкусностей, излишеств, лакомств, конфет, специи и так далее. Если тело наше нуждается в жидкости, то давайте ему воду, а не всякие вкусные напитки, сладкие и так далее и тому подобное. Если тело наше нуждается в сне и отдыхе, то давайте ему самый простой отдых. Святые отцы вообще спали сидя, спали мало, не ложились на кровать, спали на полу, бросили какую-то самую ветхую одежду, легли 20 минут, полчаса, час-два поспали и вставали на молитву. Старались такой сон у них, чтобы не хотелось долго спать. Так спать, в таком месте, в таком положении, чтобы долго и не мог человек спать. Тело затекало, тело желало расправиться, отдохнуть. И так подвижник просыпался, вставал на молитву и расправлялся в поклонах. Братья и сестры, святые отцы боролись и нас тому учили, не поддавайтесь оплоте. Потому что иначе не искорени самолюбие и саможаление. Свидетель Феофан Затворник говорит, корень всех наших грехов, всем нашего падшего состояния – это самолюбие и саможаление. А из него уже вырастает плотоуводие, вырастает сребролюбие и гордость и тщеславие. Когда мы, братья и сестры, сражаемся с нашей плотью, когда мы отражаем всякие тщеславные, гордые желания, пытаемся наоборот даже смирить себя, одеваться в нищие одежды, самые простые, избавляемся от всяких украшений, косметики и так дальше. Когда мы стараемся не обходить за самым необходимым, борясь и с сребролюбием, и с роскошеством и корыстливостью, тогда мы и сражаемся и с своим самолюбием и саможалением. Итак, братья и сестры, вся наша духовная брань должна быть направлена на то, чтобы отсекать низшие желания, желания самолюбия, эгоизма, гордости, плоти и так далее, и укреплять духовные желания. Духовные желания укрепляются исповедью, причастием тела и крови Христа, слезами покаяния, молитвами, укрепляются поклонами, духовным чтением Святого Писания, Святых Отцов, уединением, размышлением, постом. Всё то, что к духовному, всё те подвиги, которые делили святые отцы, являются нам в помощь, являются в помощь нашей духовной воли, нашей духовной жизни. Братья и сестры, на Востоке есть такая притча. Сражаются два волка. Кто из них победит? Тот волк, которого ты кормишь. Точно так же и в нас есть две воли. И та воля победит, которую мы кормим, либо исполняя плотские желания, угождая плоти, либо угождая духу и исполняя только духовные желания, то, что угодно Богу. Святые отцы показали нам прекрасный пример, как не исполнять плотские желания. И чтобы эти примеры знать, нужно много изучать житя святых, их творения. Я приведу только один пример. Один святой отец захотел, подвижник, огурца. Он повесил его на нитке и не ел до тех пор, пока не прошло желание этого огурца. Когда желание прошло, только тогда он его съел. Он не удовлетворял специально плоткому желанию, чтобы не укрепить в себе действия плоти. Братья и сестры, святые отцы даже простую воду смешивали либо с песком, либо с солью, с морской водой, чтобы она не была такая вкусной, чтобы даже и здесь не удовлетворять своему самолюбию и саможалению. Некоторые носили вериги, носили цепи, носили колючую какую-то одежду неприятную из такой жесткой грубого волоса, чтобы и этим смирять свою плоть. Преподобные отцы говорили, что украшает истинного подвижника. Бледность лица, сухость тела, нищая одежда. Вот это его украшение истинное. Не наоборот толстый живот, мягкие, беленькие, пушистые ручки, которые никогда не видели ни топора, ни лопаты, которые никогда не знали, что такое поклоны и труд. Никогда братья и сестры, святые отцы не одевались в мягкие, роскошные одежды и избегали всего роскошного, дорогого и всего того, что служит к славе мира всего. Далее, братья и сестры. Преподобная Синклетикия Александрийская говорит, очень важно прилагать усилия в начале подвига. Подобно тому, как очень трудно сначала разжечь огонь. Но когда огонь разгорится, тогда уже только дрова подбрасывать. Но сначала, пока ты зажжешь этот огонь, много натерпишься. И дым в глаза будет идти. А если еще дрова сырые, так еще больше и труднее тебе будет. Поэтому сначала высуши дрова, высуши свою плоть постом, бдением, поклонами, тогда тебе смотришь легко зажечь огонь ревности, пламенной любви к Богу. Итак, братья и сестры, необходимым условием для спасения является освещением всех плотских желаний. Братья и сестры, однажды чемпиона мира по боксу Мухаммада Али спросили, сколько ты делаешь упражнение пресса в день? Он сказал, я не знаю, я начинаю считать с того момента, когда мне уже больно. Точно так же, братья и сестры, и истинный подвижник. Только тогда его подвиги начинают учитываться, когда ему уже больно от этих подвигов. Псалмопевец Давид говорит, колено мои изнемогости от поста. То есть пост тогда начинает учитываться, когда уже плоть просто шатает от подвигов. Преподобный Исаак Сирин говорит, если не положишь в сердце своем умереть, а не согрешить, умереть, а не поддаться плотским желаниям, не победишь. Если будешь себя жалеть, покушай, отдохни, поспи, попей, иначе заболеешь, иначе умрешь, иначе не хватит силы. Вот если будет у тебя вот этот страх перед смертью, ты проиграл. А если ты будешь думать, что смерть уже сейчас может прийти за тобой, что тебе осталось жить день-два, максимум три, тогда укрепляется человек на подвигах. И так, братья и сестры, нужно всегда думать, что жить нам осталось очень мало, и нужно приложить подвиг к подвигу, покаяние к покаянию, пост к посту, духовный труд к труду, поклоны к поклонам, слезы к слезам, ночные молитвы опять-таки умножать и укреплять. Братья и сестры, только таким подвигом мы сможем спастись. Некоторые ставят нам в пример Господа Иисуса Христа, говоря, но вот Христос же пил вино, ел с матерями грешниками и говорил, что не то оскверняет человека, что входит в человека, но то оскверняет, что исходит из человека. Братья и сестры, да, действительно, то оскверняет, что исходит из человека. Но если мы не будем пребывать в посте, бдении, молитве, покаянии, если мы будем насыщать свое тело чревоугодие и так дальше, то с нас такое будет исходить. Из нашего средства такие добродетели начнут идти, что о ужас! Сам Христос сказал, что бесы изгоняются из человека постом и молитвою. И поэтому и нам учил и показывал пример. Далее. В Господе нашем Иисусе Христе две воли, но не такие, как у нас. У нас воля духовная и плотская, первозданная и падшая. А во Христе две воли божественная, поскольку Он истинный Бог, и человеческая. Но человеческая не падшая. Человеческая первозданного Адама Христос Христос взял на себя природу, поврежденную грехом. То есть природу, которая хотела кушать и спать, которая болела, которую можно было убить. Такую природу взял на себя Христос. Но греха во Христе не было. Семени греха не было в Иисусе Христе. И поэтому не было вот этой борьбы с наслаждениями, с удовольствиями и со всем тем, что греховно им. Поэтому Христос мог и вино употреблять с грешниками и не грешил, и не пристращался к этому вину или пище. Христос к этому не пристращался. Нам же, братья и сестры, лучше всего брать пример в Иоанна Крестителя, который ел мед и акриды. Лучше дать пример у святых отцов, которые отказались от вина, мяса, отказались от других плотских утешений и удовольствий. Братья и сестры, давайте задумаемся над словами апостола Павла, когда он писал к Тимофею, «Ради твоей болезни употребляй немного вина». Если бы христиане тогда все пили вино, все употребляли вино, то разве апостол Павел писал бы такие слова для Тимофея? И так было бы понятно, что Тимофей, как и все, употребляет вино. Но раз апостол Павел дозволяет Тимофею немного употреблять вина ради болезни его желудка, тогда получается, что тогда христиане не пили вино, но только ради болезни, как лекарство, было позволение для Тимофея. Братья и сестры, первые христиане были намного более ревностны, многие даже отказывались от мяса, считали это греховным. Апостол Павел говорит, что нет, нет греха ни в мясе, ни в вине, но дело в том, что это все приводит человека к самолюбию и саможалению, приводит человека к падению. Точно так же, братья и сестры, можно сказать, что нет никакого греха в деньгах, но если человека чем больше денег, тем труднее ему войти в Царство Небесное, тем душа его больше прикипает к этому имуществу. Об этом говорил Иисус Христос и Святые Отцы, мы знаем много об этом. Поэтому все и мясо, и вино, и деньги, и роскошная одежда и так далее само по себе не является грехом, но оно является теми сетями, которые ведут человека в греху, которые связывают человека, и мудрые и святые отцы, зная свою слабость, что они не могут без греха это все перенести, это все в себе иметь, они убегали от этого. Они удалялись в пустыне, удалялись куда какого возможно. Если и оставались в миру по необходимости, по промыслу Божьему, то свое жилище они превращали вместо пыток для тела и вместо для Духа Святаго угодного. Они избавлялись от всего излишества. У святых отцов была только одна доска вместо кровати, один гвоздь, что повесит свою рясу, стол грубый, даже табуретки часто не было. А если и была, то одна маленькая, или пенек вместо табуретки, полено вместо подушки. Грубая обстановка. Вот так, братья и сестры, без всяких там холодильников, без других удобств и комфортов жили святые отцы и спасались. Один преподобный отец говорил, отцы наши укреплялись в посте и нестяжании. Мы же увеличим свои кладовки, увеличим свои запасы и увеличим свое брюхо. Поэтому, братья и сестры, плакали о том, что духовное состояние человечества, подвижников, уходит в все в низшее состояние, что христиане все более удаляются от того идеала святых отцов, от тех заповедей, от тех подвигов, которыми святые отцы убивали свои саможаления, самолюбия, свою гордыню, свой эгоизм, свой тщеславие и все больше и больше возрастали в духовной жизни. Итак, дорогие братья и сестры, есть два пути. Путь исполнения воли нашего Духа, Духа Божия, Духа Ангела нашего хранителя, Духа нашего совести или же путь из наших плотских желаний. Захотелось покушать, покушал, захотелось поспать, поспал, просто посмотрел, вкусняшек, того, сего. И это, братья и сестры, апостол Павел, смерть для души. Итак, жизнь и смерть, жизнь по духу или по плоти. Каждый из нас должен выбрать сам, братья и сестры. Однажды ко мне подошел один человек и говорит, не хватает силы воли одолеть курение. Не могу бросить курить. Братья и сестры, почему не хватает силы воли? Потому что он привык всегда исполнять желание плоти. А желание духа, вот как раз это духовные силы воли и нет. Поэтому, что ему посоветовал? Строгий пост. Говорю, сядешь на хлеб и воду, сможешь и от курения избавиться. Когда укрепится твоя воля, не есть вкусности, сладости и так дальше, посадишь два-три месяца на одном хлебе и воде и курить бросишь. Сам взвоешь от самолюбия, саможрения, скажешь, лучше курить брошу, и буду нормально питаться, чем буду есть один хлеб и воду и пить и сигареты курить. Сам говорю, бросишь. Только сядь, встань на пост строгий. Не знаю, братья, естественно, прислушался он к моему совету или нет, но такие примеры есть, что люди становились на строжайший пост и вместе с постом у них бы хватало силы воли и отказаться от всех вредных привычек. Поэтому, кто искренне желает избавиться от всех вредных привычек, возлюбите пост, укрепите свою силу воли, тренируйте духовные мышцы, укрепляйтесь Духом Божиим, чтобы нам иметь жизнь в Духе, жизнь с Богом, быть истинно Сынами Божиими, иметь в себе Духа Христова, распяв себя со страстями и похотьми, угождая Богу, служа Христу и дя путем Святых Отцов. Аминь. Аминь.